Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые друзья! И, к сожалению, это привело к такому росту, так скажем, у нас пожаров. И ведь погибли дети, да, в случае в начале года? Да, да, был у нас случай, к сожалению, в Ромешковском районе. Трое детей погибли на пожаре. Основными причинами пожаров у нас остаются неправильное устройство, либо неправильная эксплуатация, аварийный режим работы, электрооборудование. То есть электрика у нас все-таки это основная причина. Ну, в зимнее время сейчас это еще печки добавляются, да, вторая причина. И неосторожное обращение с огнем. То есть вот эти три основные причины, там есть у нас еще поджоги, но основные это вот эти вот три причины у нас. Вы сегодня принесли вот такой прибор, который называется автономный извещатель, да? Вот расскажите, как он действует, на что он реагирует и почему он, собственно, автономный? Сегодня, да, я принесла посмотреть автономный дымовой пожарный извещатель. Правильно он называется, АДПИ. Он работает от батарейки, его не нужно подключать никакими проводами. Очень поэтому все просто. Вставляется батарейка, крепится планочка к стене двумя саморезами и одевается пожарный извещатель. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Как раз тестовая кнопочка. Вот посмотрите, уважаемые друзья. Громко, да? Предназначен этот извещатель для того, чтобы разбудить человека в ночное время. Такой точно разбудит, вот у нас на всю студию. Так как у нас основная причина гибели в ночное время происходит, когда человек спит. Он не может отреагировать. Поэтому этот извещатель предназначен для как раз обнаружения пожара, дыма в ночное время. Как его приобрести и кто его может приобрести бесплатно? Я знаю, что сейчас идет акция такая. Обычный человек может приобрести его в любом магазине, в интернет-магазине. В этом нет ничего сложного. Да, сейчас у нас многодетным семьям правительство Тверской области закупило эти извещатели и бесплатно устанавливает. В том числе мы помогаем в качестве установки. Такие у нас, скажем, мобильные бригады выезжают в многодетные семьи и помогают те, кто не может, например, сами установить. Мы помогаем устанавливать. А так, здесь не нужно никакой дополнительной подготовки. То есть, в принципе, любой человек может установить сам такой извещатель. То есть, это продлится вот такая социальная, скажем так, акция правительства Тверской области. Сколько еще в этом время еще есть, чтобы воспользоваться? Вообще планируется установить 100% многодетную семью. В каждую многодетную семью будет установлен такой извещатель. Потому что по правилам и по закону, который вступил в прошлом году в силу, должны быть оборудованы многодетные семьи в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, вот такими извещателями. Уважаемые друзья, прислушайтесь и запомните, что в Тверской области действует такая уникальная социальная акция. И это реально, вот рядом с вами есть такой извещатель, который уже бывалый, что называется, он уже пережил пожар. Да, вот я принесла посмотреть, как раз этот извещатель с пожара, он оставался в работоспособном состоянии, он сработал и спас человека. Хорошие вещи придуманы для того, чтобы спасти нашу жизнь и здоровье. Давайте еще совет. Если вдруг начался пожар, что делать человеку? Первые действия, можно ли тушить самому, когда выбегать, что спасать? Если это какое-то локальное загорание, и мы его видим, это замыкание, заискрило что-то небольшое, и мы чувствуем силу, что мы можем его потушить, то, конечно, мы должны принять меры к тушению до приезда пожарной охраны. Чем тушить? Огнетушителем, очень хорошо. Нужно, чтобы в доме помимо извещателя был огнетушитель. Конечно, всем рекомендую приобрести огнетушитель, не только в частном доме, но и в квартире. Иметь порошковый огнетушитель, которым можно потушить любое загорание. Они сейчас идут универсальные. Поэтому, если нет огнетушителя, можно одеялом любым, что есть под рукой, накрыть, если это небольшой очаг. Если вы уже не видите его, если у вас просто задымление какое-то в квартире или такое загорание, что вы понимаете, что вы его уже не потушите, то, конечно, мер принимать не нужно. Нужно эвакуироваться, покинуть помещение. Забрать необходимые документы, наверное. По возможности. Иногда бывает так, что, к сожалению, уже документы даже никакие не забрать. Именно нужно покинуть помещение, чтобы только остаться в живых. И еще раз напоминаем телефоны спасения, которые должен каждый человек знать наизусть. 101 – это телефон пожарной охраны. И 112 – это единый телефон службы спасения, по которому можно вызвать и пожарную, и скорую, и полицию, и другие службы. Если дома вдруг почему-то одни остались дети, вы рекомендовали уже, чтобы эти же самые телефоны на видном месте были прикреплены. Как магнитики мы не забываем вывешивать на холодильник, а здесь нужно, пусть даже на месте того же магнитика. Ну, это при условии, что ребенок уже довольно, так скажем, взрослый, да, и может сам позвонить, может свои действия, так скажем, оценить. Если это маленькие дети, ни в коем случае мы их одних не оставляем, ни при каком случае. То есть, ну, не знаю, соседей, родственников, кого-то попросить, если вдруг что-то нужно. Потому что был у нас случай в Конаково, что мама ушла в Конаковском районе, ушла в магазин и оставила детей одних, у них произошло загорание в квартире. Вот хорошо, соседи спасли, то есть взломали дверь и вытащили этих детей. Все прошло у нас, так скажем, спокойно, и дети не пострадали. И еще несколько правил пожарной безопасности, что называется, в быту, хотя мы тоже об этом много раз уже говорили. Когда мы покидаем дом, если без присмотра, все, что возможно, вынимаем из электрической сети, да, выключаем розетки, зарядники и прочее? Да, конечно, говорим это постоянно, но, к сожалению, люди почему-то думают, что вот со мной такое точно не произойдет, у меня все безопасно. Но, как мы видим, уже все больше и больше пожаров происходит, в том числе и в квартирах, не только в частных домах. Поэтому электроприборы обязательно мы все выключаем из розетки, либо сетевой фильтр, да, если мы используем, нажимаем на кнопочку, да, на кнопочку сетевой фильтр, обесточиваем. Те приборы, которые у нас не могут, так скажем, находиться в режиме ожидания, но те, которые должны, это у нас холодильник, да, может быть, еще какие-то бывают приборы, которые могут, должны находиться, такие мы, конечно, оставляем. Насколько эффективна, по-вашему, профилактическая работа, которую наверняка вы проводите? Мы надеемся, что она эффективна, потому что, когда человеку все-таки доносят правила, и тем более мы всегда приводим примеры, какие происходят, да, в том числе с гибелью людей, люди внимают на себя, так скажем, это все примеряют, и уже тогда, конечно, начинают какие-то меры безопасности применять. Ну и напоследок несколько универсальных, наверное, советов от вас для жития региона и родителям, и детям, и, может быть, пожилым людям. Ну, к родителям прежде всего не оставлять детей, еще раз, да, как бы я это ни повторяла, но ни в коем случае не оставляйте вы детей одних маленьких дома. Ну, можно попросить, но я вот больше чем уверена, что соседей, родственников, кого-то присмотреть, потому что так вы сохраните хотя бы им жизнь, детям. Опять же, еще раз повторюсь про извещатели, почему-то некоторые у нас есть отказываются от установки извещателей, да, не знаем почему, ну, всякие приводят аргументы, ремонт, еще какие-то. Тут ремонт квартиры важнее жизни, получается, да. Да, вот этого я не понимаю, то есть государство позаботилось о ваших детях, закупили извещатели, да, многодетным семьям устанавливают бесплатно, но некоторые умудряются даже от бесплатной установки отказываться. К сожалению, бывают такие нерадивые родители. Ну и убирать, наверное, как всегда говорим, спички подальше от детских глаз. Потому что дети у нас любопытные, им всегда все интересно, пощелкать зажигалкой, почиркать спичкой, они пока еще не осознают такой вот опасности, у них нет такого жизненного опыта, как у нас, и они не могут предположить, что возможно будет, поэтому, конечно, убирать. Уважаемые друзья, я просто советуюсь прислушаться сегодня к советам Светланы Юрьевны, потому что мы не просто так говорим, да, вот цифру, которую она привела, 241 пожар с начала 2024 года. Это страшная картина, реально, потому что огонь не щадит никого. Если кажется, что мы живем в уюте и в комфорте, то это до поры до времени, потому что несчастье может произойти в любой момент. Прислушивайтесь, пожалуйста, к советам специалиста. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Светлана Кудряшова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери, МЧС России по Тверской области. С вами была Ирина Чекунова. Будьте здоровы и берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!